привет всем это с детьми сходил на angry birds часть 2 думаю что спойлеров не будет потому что в общем-то мультик относится к такой категории где вообще трудно говорить о наличии сюжета это был просто поход для развлечения увеселения просто хорошо провести время я догадался что мультик будет одноразовый примерно как и первая часть и тоже будет устроен слоями взрослые шутки которые понятно только взрослым будут врезаны в сюжет и непонятные детям особенно младшему возрасту но в итоге этот мультик может смотреть вся семья но впечатлила меня именно идеологическая нагрузка которой фильм оказался просто пронизан наверное процентов 60 всего сюжета строится на вот этом новом слое который я хочу сейчас ввести для обозначение названия этого феномена феномен не новый но почему-то слова все еще не занято еще процентов 30 сюжета составляет игра сама angry birds и остальные процентов 10 это вот этот какой-то высосанный из пальца там сюжет характеры взаимоотношения кто смотрит мой канал уже давно знают что я люблю иногда выдумывать слова мне нравится описывать некое явление которое вроде как бы существует но в то же время люди его обычно как-то не схватывают чтобы удобно было им оперировать потом в предложениях нужно его вычленить дать ему название что это заявление которое я хочу назвать это характерная подача мужских и женских характеров в популярной культуре в первую очередь конечно в фильмах в голливудских фильмах но как следствие и в музыке и в текстовых произведениях конечно золотым стандартом это явление нужно назвать сериал симпсоны их изображение мужских и женских ролей особенно в пределах одной семьи можно считать за икону нашего времени когда изображается мужчина будь то старшего возраста либо подросток в симпсонах соответственно гомер и бард то они изображаются практически и средоточием наверное всех негативных черт какие только можно найти в человеке вообще в любом человеке то есть как бы на них проецируется весь негатив какой только существует в мире нужно всерьез напрячься чтобы назвать хоть единую положительную черту что гомера что барта и буквально такой эпизод промелькивает в полнометражных симпсонах там димаш говорит что я не могу теперь назвать почему я все это терпела и зачем мне все это нужно то есть мужчинам отдана роль таких настоящих злодеев бывает намеренных злодеи бывает ненамеренных соответственно жертвой и средоточием практически всех положительных черт какие только можно вообще про кого бы то ни было назвать эти черты присвоены женскому полу даже несчастная мэгги которая говорить не умеет и то обладает большим количеством добродетелей чем все мужчины вместе взятые возможно во всем городе если не в стране тем не менее из двух главных персонажей из марш и лизы явлению которой я хочу сейчас обозначить относятся конечно именно лиза лиза мало того что отличница мало того что знает вообще все наверное ее интеллект превосходит совокупный интеллект всех живущих в городе но это не сердце явления а сердце в том что лиза сечет в точных науках и в общем-то превосходит мужчин ну как сверстников естественно так конечно же и взрослых в чисто мужских сферах практически во всех сферах вообще можно не сомневаться что лиза уделает или даже может быть уделала в каких-то сериях барта в чем угодно от ядерной физики до восточных единоборств так вот про angry birds вроде бы совершенно детский ну детский тире семейный фильм и вроде бы там просто развлечение довольно таки дурашливые но количество вот этой вот феминистской пропаганды там просто зашкаливает причем в самых ее таких вот гипертрофировано шаржевых шаблонных вариантах главная героиня у нас типа физик ядерщик большой специалист по очень точным наукам причем звезда в своей области затмевающие всех и при этом естественно подвергающийся абьюзу хотя бы форме игнорирования главный герой с ней по способностям даже близко сравниться не может и постоянно демонстрирует свою такую гомеровскую тупизну недальновидность эгоцентричность ну в общем все стандартное скопище мужских свойств далее по сюжету оказывается что и главная злодейка тоже рассуждает там вплоть до нанотехнологий и тоже оказывается жертвой а тот чьей жертвой она была изображен вообще просто шаблонно как настоящий эталонный гомер симпсон фильм обозначен как 6 плюс и в все они подвергаются от этому массированному обстрелу такой тяжелой феминистской пропаганды она и у взрослых то у многих проходит мимо сознания а у детей уж точно проходит мимо для них это как рекламный ролик он воздействует практически на одни эмоции и из-за этого между прочим должен оседать в памяти и хорошо запоминаться все что связывается с большими эмоциями неважно какого знака оседает памяти лучше особенно у детей в принципе существует термин которым называют вот это вот полоскание мужчин ругань прямую косвенную и термин этот называется mail bashing или mail trashing я не знаю его устоявшиеся переводы на русский язык что-то вроде избиение мужчину в фигуральном смысле хотя конечно в кино с помощью всяких волшебниц типа wonder woman of там и прочих таких естественно это превращается и в буквально это же избиение я хочу ввести название именно для жанра кино и других произведений и поскольку слово похоже никем не занято и я предлагаю слово fem porn и соответственно хэштег по аналогии с тем как например существует food porn я думаю это достойное название потому что появилась целая череда фильмов на которые феминистки и sgv social justice warriors буквально дрочат pardon my french так что название fem porn будет очень точно отражать их отношения к этому конечно волна женщин физиков ядерщиков и всяких богинь гибридов людей с машинами роботов и сверхлюдей женского пола началась не вчера в одной из своих первых книжек уоррен фаррелл посвятил целую главу разбору фильма flash dance танец вспышка а именно нереалистичности показанного персонажа фото модели сварщика танцовщицы у которой похоже во всех сутках по 40 часов там если хоть чуток задуматься то становится очевидно что это никак не может быть описанием реалистичного человека в лучшем случае это тянет на сон или как мой папа бы выразился на сказку про белого бычка конечно настоящий хардкорный fem porn это такой где женщина превышает мужчин вообще во всем то есть нет ни единого положительного свойства в котором бы мужчина был сильнее включая физическую силу ловкость риск уверенность в себе координация движений собранность объективный взгляд на вещи далее область точных наук логики и вообще сообразительности умение быстро решать задачи возникающие по ходу fem porn центральный женский персонаж непременно будет академиком профессором преподавателем университета с большим стажем и вереницы написанных книг а уж если речь идет про какие-то области наук где в реальном мире у мужчин нет подавляющего превосходства как в области stem взять например лингвистику забыл как фильм назывался про контакт что ли где ученые распознавали этот язык необычные пришельцев кто у нас главный лингвист ну догадайтесь трех раз но главное конечно это эмоциональный интеллект и личные качества нравственные качества тут даже в среднем фильме женщина находится так высоко что у нее только в бинокль можно смотреть сфера эмоций абсолютно тотально захвачена женщинами только им позволено иметь какие-то сложные эмоции вообще только они могут разбираться в этих эмоциях более-менее сознательно они настолько крутые что выступают даже такими домашними психотерапевтами для окружающих мужчин которые вообще не в зуб ногой в эмоциональной сфере ничего кроме гнева и страха если главного героя angry birds описывать с этой точки зрения то самое мягкое каким словом можно назвать этот тупой однако как и положено настоящему женскому порно из анекдота фемпорн часто кончается свадьбой то есть этот вот супер умный супер ловкий доктор наук всех возможных наук женского пола оказывается либо в отношениях с этим самым тупым недоумком который не может там в трех эмоциях разобраться своих либо даже вступают в брак логики в этом никакой нет но какой логики можно ожидать порнографии фемпорн примерно также относится к жизни как обычная порнография относится к сексу то есть вроде бы состоит из тех же самых элементов но при этом совершенно неправдоподобных и не существующих в реальном мире если посмотреть на современное голливудское производство через линзы вот это вот фемпорн то к сожалению получится что нужно сильно напрячься чтобы назвать какой-то фильм где этого фемпорна нет или где хотя бы его градус не настолько высок чтобы прямо выплескиваться на вас с экрана и если вы такой фильм сможете найти то вероятно он окажется весьма неплохим или хотя бы терпимым в основной же массе фильмов это льется нескончаемым потоком этим настолько заполнено все вокруг что мы даже особо и не замечаем уже этого только когда градус достигает уже каких-то совершенно космических пределов но тогда фильм просто невозможно смотреть причем его не смотрят и сами женщины тоже возьмите любой из последних провалов в стиле get woke get broke ремейки охотников за привидениями друзей оушена и еще целый ряд в общем я придумал а вы пользуйтесь новое слово в критике кинематографа фемпорн всем спасибо за внимание пока удачи и пусть в наших фильмах будет поменьше фемпорна